Всем привет! Вы слушаете 12 выпуск из Дикаста, подкаста о разработке по его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Андрей Смирнов, автор и разработчик Аптли. Что это такое, мы обязательно тоже еще поговорим. Архитектор, докладчик на многих конференциях. Андрей, привет! Привет! Слышь, ну я так вкратце, ты, наверное, может быть, что-то дополнишь еще, так сказать, про себя. Вдруг я что-то забыл. Да, особо рассказывать нечего. Я, наверное, немножко необычный человек. Я родился и вырос в Москве. Учился в МГУ на факультете учислительной математики и кибернетики. После этого работал в разных российских компаниях. Попал в американский стартап, который назывался Квик. Потом прошел через цепочку слияния и поглощения, оказался в Скайпе, потом в Майкрософте, потом ушел и оттуда и решил попробовать сделать что-то сам. И вот последний год, уже чуть больше, я фактически нигде не работаю. Понятно. Занимаешься какими-то, так сказать, своими там проектами, да? Да, это свои проекты. У меня есть проект, связанный... Ну, свои проекты в смысле разработки. Это Аптли в основном. Проект, связанный с обучением, преподаванием. И там периодически время от времени это фрилансная разработка. Понятно. Ну, да ладно, давай все, так сказать, начнем по порядку. Как вообще, в принципе, такой стандартный вопрос уже в моем подкасте, по крайней мере, это... Но, тем не менее, как мне кажется, очень интересно и основополагающее. Это как ты, в принципе, попал в IT, да? Как ты давно окунулся в мир программирования и вообще всего этого хозяйства? Это было где-то в 90-каком-то году отец привез, как сейчас помню, из Египта IBM PC. Это было какой-то... Вроде бы это было 8086, но с какой-то там еще увеличенной тактовой частотой, но неважно. И у него был в биосе, в роме зашит интерпретатор BASIC. И я помню, что вот с этого момента можно было загрузиться в BASIC, что-то написать. Я помню свою первую программу, которая издавала «Звук сирены», и с тех пор пошло-поехало. В школе пока учился, что-то уже начал делать. Потом попал в университет. Где-то со второго курса я вполне себе работал на то, что называется part-time сегодня. С утра учился и после обеда работал. Ну и дальше, в общем, не прекращая. Это был какой-то такой сознательный выбор с довольно раннего детства. Мне это нравилось, мне это хотелось. Ну ты, собственно, и в институте, так понятно, в МК пошел тоже, в общем-то, полагаясь на эти свои желания. Да, у меня даже не было сомнений. То есть мне предлагали что-то еще, что-то еще, но я не сомневался, что я хочу этим заниматься. Понятненько. Ну расскажи там, вот у тебя есть какие-то, я знаю, ты участвовал в каких-то достаточно высоконагруженных проектах, потому что ты достаточно вот выступая на разных конференциях, у тебя много докладов, связанных с Highload'ом. Да, вот немножко поподробнее на эту тему. Ну Highload – это вообще интересная тема, потому что это очень относительное понятие. Я помню, что где-то в году 2002-м один из в то время очень-очень популярных сайтов в Рунете, и можно сказать, что это Highload, там, скажем, дамочка.ру, ну и те, кто помнит, это действительно было очень давно, он работал совершенно замечательно на одном сервере, еще разделяя его с несколькими другими ресурсами, и это считалось вполне себе Highload'ом, там все это крутилось, было огромное количество запросов, там база данных была нагружена и так далее, мы это оптимизировали. Потом понятие Highload уже начинает растягиваться, это там десятки, сотни серверов, это уже там распределенная нагрузка, сервисы, различные базы данных, key value. И поэтому какого-то, мне кажется, общего слова, которому можно было сказать сегодня Highload, нет. Но вот из интересного был Highload, когда мы работали в Скайпе, хотя мы делали там всего лишь один из сервисов, из которых состоит Скайп, какой-то относительно небольшой кусочек. А что за сервис, расскажи так в двух словах. Получилось так, что когда Скайп приобрел стартап, в котором мы работали, Quick, мы занимались, у нас было два направления, одно было, идея была в том, что можно было передать в реальном времени, то есть живое видео с мобильника на веб. То есть можно на мобильнике начать снимать видео, и после этого зайти на веб-сайт и начать это видео смотреть. Но сегодня это вроде кажется каким-то простым и совершенно обыденным, но тогда, когда это начиналось, это было там совершенно фантастическим. Там айфоны еще вообще видео снимать не умели, андроидов еще не было. Это там была Nokia с Symbian, на который это можно вообще сделать. Ну, впоследствии это стало все более и более обыденным. И вот такой функционал был в Quick, то есть то, что там какими-то умными словами называется синхронные медиакоммуникации, то есть возможность передать видео, например, от одного человека к другому, но не в момент видеозвонка синхронно, как это происходит, а в оффлайне. Я могу отправить кому-то видеосообщение. И вот эта функциональность появилась в конечном итоге в Скайпе, возможность отправить видео от одного человека к другому. Ну, вроде звучит довольно просто, но это вот был один из кусочков, который мы делали. Его было довольно сложно интегрировать в Скайп как таковой, потому что в тот момент чат все еще работал через peer-to-peer, а это была такая серверная фича исключительно. Она работала не как там передача файлов от одного человека к другому, работала через оффлайн. То есть эти сообщения доходили даже если тот человек, который отправил видеосообщение, отправил его из оффлайна и так далее, и так далее. То есть нам приходилось разбивать большое количество барьеров на пути, чтобы все это сделать, интегрироваться в клиенты Скайпа на разных платформах и так далее. Если вспомнить какой-нибудь там чистый хайлоуд, например, в Квике был еще один кусочек функциональности, который мы написали буквально за два месяца с нуля, это были звонки с одного мобильного на другой. То есть то, что сегодня все... Ну, соответственно, по IP, да, так сказать? Звонки. Звонки только по IP, соответственно. Да, по IP. Но то, что сегодня известно как FaceTime на iPhone, к примеру, тогда это было как раз незадолго до того, как должен был быть запущен четвертый iPhone, по-моему, четвертый, в котором, собственно, по всем слухам было известно, что должен появиться FaceTime, видеозвонки с телефона на телефон. И американские операторы, которые не продавали iPhone, а тогда iPhone продавал только AT&T, они заинтересовались тем, чтобы на Android выйти с точно такой же возможностью делать видеозвонки с одного мобильника на другой. И они в конечном итоге пришли в Quick и сказали, ребят, давайте сделаем видеозвонки. Ну, можно задать какой-нибудь справедливый вопрос, что видеозвонки есть там в Skype, и в то время были в Skype. Но операторы мобильные не очень любили Skype, потому что они считали его своим непосредственным конкурентом, так как он утягивает там аудиозвонки. И поэтому они пришли, так сказать, искали альтернативное какое-то решение, нашли нас, нашли Quick и сказали, так сказать, давайте вот сделаем видеозвонки на Android и запустим их раньше, чем Apple представит там iPhone 4, там у него будет FaceTime и так далее. И вот там буквально в течение нескольких месяцев мы сделали полностью этот функционал. Вот моя непосредственно команда и я, мы занимались частью, которая обеспечивала сигналинг, то есть прохождение там самого звонка, нотификацию другого абонента о том, что ему звонят, дальше устанавливается соединение, два телефона договариваются о том, как именно они будут передавать видео, в каком формате и так далее, как обеспечить передачу сигнала, потому что там пользователь нажал отбой, принял звонок, не принял звонок и так далее, и так далее. И мы столкнулись с такой проблемой, что необходимо очень быстро, то есть с очень маленькой задержкой, нотифицировать того, кому звонят, о том, что ему звонят. Потому что тот, кто звонит, он ждет, и он не будет ждать долго там ответа, это буквально там 10-20 секунд. А в то время на андроиде вообще, по-моему, не было еще пуш-нотификации, они только появились бы, то, что называется там Google Cloud Messaging сегодня. Ну да. Даже и на айфоне они были, но работали не очень надежно, то есть они могли там прийти через секунду, могли через минуту, когда нам было это уже поздно, и мы решили сделать свой собственный сервис-нотификаций, и в конечном итоге все телефоны, на которых было установлено приложение Quick, у них работал в фоне сервис или там служба, которая поддерживала постоянное соединение с нашим сервером, с единственной целью, ожидая информации о том, что этому пользователю звонят. То есть так как соединение поддерживалось постоянно, то мы могли очень-очень быстро, в течение буквально там нескольких секунд, нотифицировать пользователя о входящем звонке, запустить приложение, там рассказать, что ему звонят. Но в конечном итоге со стороны сервера вот эти все входящие соединения выглядело как огромная-огромная масса одновременных соединений. У нас там было их на пике порядка трех миллионов, которые постоянно держатся. Ну а второй проблемой было то, что так как телефон, он постоянно переключается между сетями, там Wi-Fi. Ну да, вот я только как раз хотел задать, а как же там, когда плохая связь, когда переключение вышек, вот это как вот это все равно. Ну, когда он между вышками переключается, там TCP-шное соединение сохраняется, а когда он, скажем, переходит с Wi-Fi на обычную сотовую связь или когда он приходит, например, там с 3G на 2G, соединение рвется, и второй, так сказать, актуальной проблемой с точки зрения нагрузки было не то, что этих соединений 3 миллиона, да как бы и ладно бы, а то, что еще при этом порядка 100 тысяч в течение одной минуты переподключалось, да, то есть это там десятки тысяч в секунду соединений, которые постоянно, ну не десятки тысяч, там хорошо, несколько тысяч соединений в секунду постоянно переподключались, это значит там заново проходили процедуры авторизации и так далее, и так далее. Ну да, инициализация каких-то там данных, Ну да, там начальная установка этого соединения, к тому же там была вторая проблема, что для того, чтобы мало это соединение установить, надо проверять, что оно все еще живое, потому что на стороне телефона совершенно непонятно, живое это соединение или нет, надо по нему гонять какие-нибудь пинги, TCP-шный Kipolife не работает в сотовых сетях, и приходилось гонять настоящие Kipolife пакеты, то есть просто передавать туда обратно данные время от времени, и соответственно этот поток данных, он тоже ложился на сервер, ему приходилось постоянно отвечать на пинги со стороны клиентов, чтобы клиенты знали, что соединение действительно все еще живое, потому что живое от мертвого отличить невозможно, там на андроиде информация, что соединение действительно разорвалось, может прийти там через минуту, или через две, или через три, вот такой, например, был Highload. Ну а расскажи, что у вас было за сервер, немножко про его архитектуру, вот коль такие действительно куча соединений, и переинитализация, как вы вообще решали, как у вас этот проект развивался, просто интересно, как было продумано. Ну тут я расскажу наше решение, но сразу скажу, что там это не является каким-то оптимальным вариантом, а скорее является особенностью разработки в стартапе, так как времени было мало, было два месяца на все про все, там тратить время на какое-то там существенное переписывание было невозможно, надо было взять то, что было. У нас к этому моменту уже был достаточно большой сервис, написанный на питоне с использованием Twisted. Twisted это такой фреймворк для синхронных сетевых приложений, который позволяет легко в одном процессе обслуживать там тысячи, десятки тысяч соединений. Мы на нем написали, ну по сути веб-сервис, который просто отдавал самый обычный API, он использовался для того, чтобы нотифицировать пользователей об изменениях в их ленте новостей. То есть это была идея в том, что если на Квике есть пользователь, у него есть друзья, если кто-то из его друзей начинает загружать видео в лайве со своего телефона, то все его друзья должны мгновенно узнать о том, что он там начал это видео загружать, если это видео меняет какие-то свои свойства, там привязку к карте, заголовок или что-то еще, все эти нотификации должны были мгновенно доходить. И вот для этого всего у нас уже был готовый сервис, который все это умел делать. И мы фактически к нему рядом на той же базе кода приписали новую возможность поддерживать сигналинг звонка, а он там по сути своей очень похож на распространение изменений, нотификации об изменениях объекта, если представить звонок как некое такое состояние, у которого там некий конечный автомат, который переходит между состояниями, там звоню, принял звонок, установил параметры видеосоединения и так далее, там идет разговор, то это некий такой вот объект, состояние которого одновременно должно коммуницироваться и всем участникам звонка в конечном итоге, чтобы они знали, что происходит, и они могут через API воздействовать на это состояние, менять его, там вешать трубку, начинать звонки, отклонять и так далее. Поэтому это было по сути питоновское приложение на Twisted, запущенное там на самом деле не таком большом количестве серверов, вот непосредственно за вот эти нотификации отвечало, по-моему, порядка шести, максимум семи серверов, которые держали все там три миллиона соединений, там из интересного, когда есть три миллиона соединений, входящих, их практически невозможно пропустить через какой-нибудь балансировщик, потому что он там по мощности... Ну, он сразу узкое место, да, понятно. Да, потому что по мощности он будет сопоставим с тем, собственно, сервером, который эти три миллиона соединений держать, что неразумно, и поэтому нам пришлось сделать даже балансировку на клиенте, когда клиент сам через API узнавал адреса текущих работающих бэкэндов, и среди них самостоятельно выбирал тот, к которому ему подключиться. Соответственно, без каких-то промежуточных звеньев, он напрямую устанавливал соединения с бетоновским бэкэндом. Не знаю, что еще интересно рассказать, но готов. Понятно. А синхронизация данных, то есть там какое-то хранилище было, где аккумулировалась вся информация, или, например, такой вопрос мой, когда несколько, соответственно, клиентов, они подсоединились к разным серверам, как они потом понимали, кто где, то есть все-таки какая-то общая база данных, так понимаю, еще была рядом. Тут было две вещи. Во-первых, было, ну, если мы говорим просто о звонках, то там было все устроено просто. Само состояние звонков хранилось в распределенном ММКШ, то есть там пожардированном ММКШ хранилось текущее состояние, потому что информация о звонке, она там буквально валидна в течение нескольких минут, пока звонок идет, после этого она, в общем, никому не нужна. А для того, чтобы распределять нотификации о том, как состояние изменяется, мы использовали общую шину. Для этого мы взяли ZeroMQ, библиотеку, у нее есть отличный режим работы по UDP с мальтикастом. Соответственно, он распространяет, по сути, за счет мальтикаста, гуляет одна копия пакета по сети, сколько бы ни было серверов. Все ловится всеми. Поскольку у вас, наверное, все сервера в одном дата-центре, то вы просто на маршрутизаторах разрешили мультикаст, да, соответственно. И, по сути, эти пакеты, они физически ходят по сети, мультикастом, на ZeroMQ, на серверах их разворачивают, и получается некий такой непрерывный поток событий, такая общая шина, в которую все сервера могут паблишить изменения, которые происходят, и все одновременно ее слушают, эту же шину. Она не требует, по сути, никакой конфигурации, там нет никакого членства. Ну, достаточно, чтобы просто на машине был выставлен соответствующий бродкаст-адрес, и она начнет принимать этот поток. То есть, в качестве... Такая шина, она использовалась там повсеместно, для того, чтобы все процессы были синхронизированы по данным, то есть они получали все текущие обновления и могли на них реагировать. Понятно. Слушай, довольно-таки интересное решение, так как пока не слышал, чтобы кто-то еще такие и применял именно мультикаст как способ... Ну, в смысле, в качестве основной шины данных, так сказать, ESB, да, там, Express Service Bar. Здесь можно провести прямую аналогию, да, то есть какие варианты. Есть по TCP, тогда надо устанавливать соединение каждой с каждым, кроме того, что это в N-раз увеличивает там поток по сети, да, но вторая проблема в том, что нам надо, во-первых, знать, из каких узлов состоит там наш текущий кластер постоянно, каждый должен знать информацию о том, сколько их, и... Ну, целостность данных, опять-таки, вопрос, наверное, тут стоит. UDP, он там используется, то, что называется Reliable Multicast. Это, соответственно, протокол, который... Он надежный в том смысле, что если какой-то пакет потеряет, он все равно его перепошлет. Но он, в отличие от TCP, устроен в обратную сторону. Если TCP постоянно требует подтверждения о том, что пакет, очередная там порция данных дошла из точки А в точку Б, то Reliable Multicast работает из обратных предпосылок. Он считает, что локальная сеть надежна, и все пакеты доходят. И там используется то, что называется Negative ACK. Если принимающая сторона видит, что какой-то пакет потерялся, она только в этой ситуации посылает Negative ACK обратно отправителю, и тот переотправляет пакет только по вот этому сигналу. И нет обратного потока ACK, как был бы случай TCP. То есть, один отправляет, а другой постоянно подтверждает. Здесь, если все пакеты проходят, никаких подтверждений обратно не посылается, никаких ресурсов на это не тратим. Но если вдруг что-то потерялось, пойдет Negative ACK, отправитель переотправит последние сообщения, чтобы устранить эти потери. Так что он вполне себе надежен. Здесь самая близкая альтернатива тому, что чаще всего туда ставят в это место вместо ZeroMQ, и мы тоже так сделали в начале, это какой-нибудь поставить RabbitMQ, сделать там его в кластере, и все типа будет замечательно. Но на самом деле эта штука не масштабируется, плохо работает, там само по себе глючное падает и так далее. У нее там проблемы с производительностью. По сравнению с этим, если там нет необходимости какие-то использовать вещи, которые есть в ZeroMQ, ну, например, там очереди, которые Durable, которые там записываются на диск, то подобные решения на основе ZeroMQ гораздо проще, работает быстрее, ну, и надежнее в конечном итоге. Понятно. Слушай, а вот, соответственно, ну, здорово все это дело построить, но ведь за этим же еще надо, наверное, как-то следить, да, так сказать, что это работоспособность, и как вы чем-то мониторили все свое решение, то есть какие-то у вас были для этого построены инструменты? Да, у нас был такой настоящий путь стартапа, то есть когда я вообще пришел в Quick, я пришел не с самого начала, там было совсем все плохо, ну, то есть там даже уже о мониторинге речь не стояло, там просто веб-сервер постоянно лежал, 504 gateway timeout было нормой и так далее, и так далее. После того, как мы разобрались, ну, с какими-то там первыми вещами, все как-то там заработало, перестало постоянно падать и так далее, мы обнаружили, что у нас там огромное количество сервиров, каждый из которых как-то когда-то был настроен, там про половину никто не знает, что они делают в точности, ну, и так далее, и тому подобное, ну, типичная ситуация. И нам повезло, мы нашли классного человека, Александр Титов, он, по сути, нам построил DevOps с нуля, ну, мы вместе это сделали, в том плане, что DevOps не бывает как только системный администратор или только разработчик, мы именно работали вместе, и с нуля начали всю инфраструктуру переделывать. Мы тогда использовали Chef, ну, и там все прочая инфраструктура, которая нужна, там, локальный репозиторий, там, и так далее, и так далее, там, всякие билд-сервисы, но в конечном итоге мы шли таким путем, что мы всю конфигурацию описывали в Chef'е, брали старый сервер, его выключали из, там, работы, там, из пула серверов и так далее, его полностью, соответственно, обнуляли, устанавливали с нуля, Chef'ом настраивали, подключали в общий, там, пол серверов в кластер. И так шли по всем серверам, пока мы все полностью не переделали, пока мы не добились того, что вся конфигурация у нас была автоматизирована полностью. И тогда, вот, так сказать, вершиной того, что мы тогда делали в Quick'е, было то, что мы смогли описать всю вообще нашу конфигурацию, ну, какая-то самая сложная часть, на самом деле, при настройке серверов, это всевозможные пошардированные хранилища. У нас были, там, тысячи шардов Redis'а, у нас, там, были memcash'и, мы еще использовали memcashDB, если кто-то такую штуку еще слышал, это очень, такой memcash-d, который хранит данные, на самом деле, в BerkeleyDB на диске и так далее. У нас было какое-то вот большое количество такой довольно сложно описываемой инфраструктуры, и нам удалось его описать в виде одного большого DSL-а, в котором были, ну, на самом деле, был не небольшой DSL, буквально там было, там, пару экранов, в котором были описаны все хранилища, которые у нас есть в системе. Из этого DSL-а, мало того, что они все устанавливались, настраивались, там, демоны запускались, у нас настраивался полностью мониторинг, то есть, там, в системе мониторинга, тогда это там был Zabbix, создавались там все необходимые ключи, триггеры, графики и тому подобное, и плюс само приложение получало в своей конфигурации информацию о том, где расположены все, там, мем-кэши, которые она использует, редисы и так далее. То есть, мы полностью в одном месте сделали централизованную конфигурацию всего состояния системы. Там, в одном месте изменив, мы могли, там сказать, внести изменения по всей системе целиком. У нас не могло быть такого, что где-то поправили, а где-то забыли, или, там, неправильно настроили. Вот такой был девопс. Ну, слушай, да, большое дело, в общем, такой большой путь был проделан. Ну, классный зато. Слушай, ну, на эту тему, наверное, поговорили. Вот еще видел у тебя где-то в докладах, там, про разработку API, да, так сказать, такой вопрос, наверное, тоже интересный, как сейчас много сервисов, да, которые, если раньше там были просто какие-то сайтики, то сейчас появляется много сервисов, в которых, соответственно, куча всяких там интерфейсов, ну, я не знаю, там, веб, какие-нибудь программы под всякие планшеты, мобильные, да, и прочее. Тут, собственно говоря, встает вопрос о том, чтобы вот некий API выделить и вынести куда-то отдельно, чтобы им было удобно пользоваться, да, у тебя, я тоже знаю, так сказать, есть опыт вот разработки, что ты можешь на эту тему сказать. Насколько это все, так сказать, ну, каких-то, может быть, основные моменты, на что стоит обратить внимание, какие ключевые являются факторы при вот разработке API? Я попробую ответить. Ну, первое, что API надо делать с самого начала. Ну, если мы не говорим о какой-то стадии прототипа, который точно будет выброшен, то надо сразу начинать делать API и не делать монолитное приложение, ну, там, наподобие на рельсах, который генерирует HTML, да, непосредственно, и API где-то сбоку, потому что возникнет ситуация, что есть там какие-то два куска в коде, которые делают примерно одно и то же, одно, чтобы сгенерировать там HTML-ную страничку другого API, это приводит к какой-то неконсистентности и так далее. Если делать, то API должно быть единственной точкой входа в систему. Если мы делаем API, в 99,99% случаев это должен быть HTTP-шный API. Если делаете API, не делайте своих протоколов, да, там, причин может быть много, начиная с того, что HTTP, скорее всего, там, пролезет через все возможные firewall, proxy и так далее, заканчивая тем, что для HTTP есть огромное количество инструментов, там, от балансировщиков до всевозможных программ, чтобы отправить тестовые запросы и так далее, и так далее. Может, HTTP есть. общепринятый протокол, как бы, конечно, зачем придумывать свой велосипед, который... на самом деле, это не очевидно. То есть, очень большое количество людей стараются придумать свой велосипед сначала, да, то есть, может быть, ситуация, что действительно это придется сделать, бывают там специфичные приложения, но это очень редко, это обычно какая-нибудь там передача, может быть, аудио или видео какая-нибудь сложная в лайве там или что-то еще, там, второе. Ну и третье, мне кажется, с этим тоже сталкиваются почти все, сделали API, там он отличный, классный. И, кстати, лучше всего, конечно, делать REST API. Меня, возможно, не совсем поймут в интерпрайз мире, но вроде бы это стало почти аксиомой, но REST API на самом деле очень удобен, и основное его удобство, мне кажется, это если мы грамотно спроектировали ресурсы, у нас есть такая схема урлов, что какие-то отдельные разделы, сервисы или куски нашего API по сути начинаются с разных префиксов, но в конечном итоге это может дать большие преимущества, когда мы захотим наши API монолитные разделить на отдельные сервисы или наоборот соединить несколько сервисов в один монолитный API, то есть возможность маршрутизировать API-запросы на основе урлов там в разные бэкэнды или в разные сервисы с помощью того же Nginx это великое-великое благо и REST API здесь помогает. Ну и вот самое-самое последнее про API в конечном итоге создав какой-то монолитный API, который обслуживается одним бэкэндом, люди начинают чувствовать, что они хотят этот сервис разделить на отдельные микросервисы, перейти к сервису ориентированной архитектуре и сталкиваются с проблемой, что это очень сложно начать, потому что все сильно переплетено, завязано друг на друга и с чего бы здесь можно было начать. Мне кажется, что здесь опять-таки лучше всего эту ситуацию предупредить и постараться еще в момент, когда мы пишем этот API в виде монолитного сервиса, монолитного приложения, выделить в нем такой слой легковесных сервисов, то есть провести некие будущие границы, которые возможно потом превратятся в отдельные сервисы, может быть нет, может быть это не придется. Когда мы пишем это внутри одного приложения, это чаще всего не так сложно, но выделить некие классы, которые будут уже, могли бы быть в будущем выделены как будущий сервис. Ту же самую границу провести на уровне базы данных, если это необходимо, чтобы те таблицы или те хранимые процедуры или ключи, какая бы там ни была база данных, которые относятся к одному сервису, по сути не перемешивались с данными другого сервиса, чтобы мы не делали... Ну там используют какие-то либо схемы, либо префиксы... Может быть схема, может быть префиксы, чтобы у меня было джойна, который джойнит таблицы из разных сервисов, потому что если мы когда-нибудь их разнесем, мы не сможем это сделать, у них будут разные независимые базы данных, к примеру, чтобы один сервис не залезал в таблицы другого сервиса напрямую, а делал это через какие-то методы сервиса. Но пока все эти... Пока мы находимся все равно в рамках одного процесса, одного бэкэнда, это довольно просто, это просто вызовы функций каких-то. Если это потом разрастется на сервис-ориентированную архитектуру, это уже может превратиться в какие-то взаимодействия, там запросы к API по HTTP между сервисами и так далее, и так далее. Слушай, а как ты вообще в принципе относишься к СОО, потому что в мире интерпрайза там в общем-то все построено на СОО, ну сервис-ориентированную архитектуру, там везде эти там XML и дальше вот все это так... То есть вот в таких сервисах какие-то где-то там публичных, там высоконагруженных, конечно, СОО почти нигде не слышно. Ну или как минимум не используются общепринятые в мире интерпрайза там стандарты, да, там какие-нибудь СООПы и прочее, все построено больше на каких-то там рест, на там очередях, там папсабах. Вот. Ну, я бы сказал сразу так, что, ну в моей голове СОО и СООП или какие-то сложные интерпрайзные стандарты мне кажется, это все-таки не то, что не одно и то же, но в каком-то смысле это вещи не совсем связаны. Ну да, конечно. Если мы говорим о каких-то, если мы говорим не об интерпрайз мире, то мне кажется, использовать какой-то СООП в не интерпрайз мире это какое-то страшное дело, так делать не надо ни в коем случае. потому что это совершенно какие-то сумасшедшие издержки и сложности, которые, главное, никто этим API потом пользоваться не сможет. В интерпрайз мире есть, мне кажется, своя особенность, это постоянная задача интеграции каких-то компонентов, написанных разными вендорами в конечном итоге. И поэтому там есть подход стандартизации API, чтобы там можно было что-то вызывать, какая-нибудь формальная верификация, что-то еще. Чаще всего это не нужно в не интерпрайз мире, в том мире, в котором большинство из нас работает или находится. Ну, тут смотри, по интерпрайз ты тоже совершенно верно заметил, что там стандартизация всего, это на самом деле как мне кажется очень классная штука, когда у тебя есть абсолютно описанный способ взаимодействия с сервисом. Тот же самый всякий Java Bins, JVS, Java Services и GMS и прочие штуки, они позволяют любому там стороннему человеку, который хочет интегрироваться с твоей системой, очень быстро вообще абсолютно даже по сути не прибегая к каким-то документации, просто там на основе VSD или того же самого понять, как взаимодействовать с твоим сервисом. Вот в нашем таком мире, как выразился, в принципе такой штуки нет. И вот здесь появляется то, что на каждой тот же самый рест. Это всего лишь некая там, ну, не знаю, парадигма, подход архитектурный к реализации, но он не покрыт какими-то уже конечными стандартами, и поэтому утверждается то, что все пишут свои API, как-то вот тот же самый рест, сколько споров было, какие возвращать коды ошибок в HTTP, если там ресурс не найден или еще что-то. До сих пор никто не определился. И вот, как мне кажется, тут есть такой некий пробел, но может быть он в силу того, что просто вот эта публичность такая, она еще, публичность, в смысле сервисов каких-то, еще достаточно молодая такая сфера. То есть, Enterprise-то как бы живет уже давно, и там значительно больше сил, соответственно, и вливаний туда происходит, поэтому там все вот это уже стандартизовано. А вот в таком мире, там вебе и просто публичном, этого еще нет, но мне кажется, это тоже пробел, который надо заполнять. Ты вот как считаешь? Я согласен отчасти. То есть, я согласен с тем, что REST API это не некий стандарт, потому что там есть огромное пространство для маневра, и каждый маневрирует в этом пространстве по-своему, и как бы нет универсального клиента для REST API, его нельзя написать. Но я не совсем в то же время согласен, что REST API сложно при этом пользоваться. На самом деле, если есть, во-первых, API без документации, ну, какой бы он ни был. Ну, это плохо, конечно, это мы все понимаем, я надеюсь. А глядя в документацию, и особенно к REST API, я могу обычно там, к URL-ом или в GET-ом создать свой первый, второй, третий запрос, да, там, или отправить туда AJAX-запрос из JavaScript, это обычно очень просто, для этого не нужно что-то сложное придумывать, это какие-то там простейшие действия и простейшие взаимодействия. Как только я вот этот какой-то начальный этап прохожу, которому не удается вызвать первый, второй, там, сделать вызов к API, там, пройти какую-нибудь авторизацию, если она необходима. Дальше действительно все просто, и подключение третьего, четвертого вызова, ну, несложно. И возможность вообще попробовать API, там, открыв URL в браузере, если это GET-запрос, это, по-моему, классно, получить первый результат. Ну, как бы да, то есть ты не написав, там, скажем, по большому счету, да, еще ни строчки кода, уже можешь убедиться в том, что в работоспособности, там, сервиса, что он действительно возвращает то, что тебе нужно, и уже дальше сравнивать это, там, с результатами, там, уже своего кода, скажем так, это, конечно, клево. Да, по поводу стандартизации, соответственно, ну, вот, я не знаю, мне кажется, это не случится никогда, ну, это мое личное ощущение, потому что никто вроде бы даже и не пытается, но REST это лишь некая концепция, которая хотя бы чуть-чуть сделала более стройным, чем если бы я делал API совершенно произвольным образом, да, но тот же REST, например, времена квика нам очень помогал, мы, опять-таки, двигаясь как, там, типичный стартап, у нас было две части, одна написанная на Ruby on Rails, у которой был в качестве бэкэнда MySQL, и вторая часть на Python с бэкэндом в виде key-value хранилищ. Мы быстро-быстро итерируясь, там, на рельсах в течение, там, одного-двух дней могли создать первую версию API, там, создать таблички, написать код, все, в принципе, работает, но единственная проблема, что это не масштабируется. И уже запустив это, или, по крайней мере, отдав это клиентам, да, они могут уже отлаживать свой код, проверять и так далее. Мы потихонечку все это переписывали на Python, уже с key-value, там, это уже сложнее, но к этому моменту, по крайней мере, API был более-менее устоявшийся, там, было, не предполагалось уже каких-то грандиозных изменений, да, что не так просто итерироваться, скажем, когда у нас там нереаляционная база данных, довольно сложно менять модель данных и так далее. Но как только мы переписывали, мы просто соответствующие, часть урлов в Nginx перенаправляли из рельсового бэкэнда в питоновский бэкэнд, и об этом совершенно не знали клиенты, пользователи, и все так же продолжало работать дальше. Так что как таковой REST как схема именования, мне кажется, есть существенные такие преимущества. Ну, вот как одно из них такое. Ну да, но, кстати, слово про REST, я вот уже, честно говоря, забыл, на каком-то кажется, на DivConf, собственно говоря, даже у Яндекса был доклад про то, как писать REST, да, там сейчас, конечно, не вспомню, к сожалению, всякий инструмент о том, как надо описывать ресурсы, чтобы там были ссылки. Есть, по этому поводу уже тоже есть некоторые, появляются, скажем так, стандарты о том, как должны, ну, описывать ресурсы, которые через REST доступны, это тоже, кстати говоря, клево, тоже может помочь и в разработке, и в документировании, там уже есть готовые какие-то инструменты. Вот. Ну, довесок просто, к сожалению, не вспомним, правда, как назывались эти все штуки, и у Яндекса свое что-то, и какие-то общепринятые стандарты, но потом если вспомним, обязательно там добавим в шоу-нотс. Ладно, давай поговорим теперь о Аптле, это вот, собственно, такой проект, вы расскажи немножко в двух словах, что он из себя представляет, ну, и там дальше уже поговорим. Ну, я начну, наверное, с идеи, с чего это началось. Я вот общался с своим другом Александром Титовым, которым мы когда-то в Квике делали девопс, и мы натолкнулись на одну такую совершенно житейскую проблему, когда у нас появляется какая-то серверная инфраструктура, ну, мы там говорили о, там, Debian машинах, но это не так важно. Нам хотелось бы иметь свое зеркало Debian-овского репозитория, ну, потому что тот там может обновиться внезапно, а мы бы хотели... Ну, это стандартная, по-моему, задача, по-моему, все так или иначе, кто использует, там, у нас там RedHut и CentOS, да, мы тоже, соответственно, храним у себя копии РПМов и так далее. Начинается с зеркала, то есть зеркало создается, это какой-то момент времени, мы там создали его, может быть, мы даже настраиваем какое-нибудь обновление, а потом вдруг возникает ситуация, что вот это зеркало мы не можем обновить, либо потому что там новое изменение, оно не очень совместимо, либо потому что мы в этом зеркале руками что-то там сами наколбасили и теперь боимся, что если обновим что-то там перетрется, а может мы уже забыли, что мы там наколбасили, ну и так далее. Возникает проблема, что это зеркало уже тяжело как-то трогать. В плюс к тому возникает большое количество пакетов, которые либо мы взяли какой-то чужой пакет, пересобрали его с изменениями, или это наш собственный софт, упакованный в пакет, их там появляется большое количество, различные версии, там стабильные, нестабильные, для тестирования, ну и так далее. И вот в этом уже большом количестве по сути репозиториев разных уже тяжело разобраться. Потом мы захотели поставить Percon'овский MySQL, которого нет в официальном репозитории из там Percon'овского репозитория, ну и пошло-поехало. Я думаю, что многие представляют себе эту конструкцию. И Аптли начался с очень простой идеей, что если у меня есть какая-то машина, Debian'овская, Cintos'овская, там, неважно какая, я на ней пишу там human install или apt-get install и пакет, я хочу, чтобы результат этой команды был совершенно воспроизводимым, повторимым. Я не хочу, чтобы на одной машине поставилась одна версия пакета, а на другой другая версия пакета. Как это можно было бы решить? Ну, во-первых, надо иметь какой-то собственный внутренний репозиторий. Ну, по многим причинам, начиная там от экономии трафика, заканчивая там потенциальной надежностью и защищенностью от отказа каких-то внешних ресурсов, особенно в критических ситуациях. Но этот внутренний репозиторий, он должен быть не просто там каким-то состоянием, каким-то набором пакетов, а должен быть неизменяемым слепком, неким зафиксированным состоянием, которое я там протестировал, тщательно выкатил, и я хочу, чтобы у меня теперь все машины устанавливались из этого зафиксированного состояния репозитория. В прошествии какого-то времени я могу захотеть туда внести изменения, может быть, это там security обновление, может быть, новые версии вышли, неважно. Но я взял новую пачку изменений, я их протестировал, зафиксировал это состояние, и теперь у меня все машины устанавливаются из нового репозитория, из новой версии репозитория. Вот это вот возможность сделать слепки, снимки, фиксировать изменения, и одновременно обновлять репозиторий, обновлять его состояние пакета, это то, из чего состоит aptly. Внутри у него есть там две концепции источника пакета, то есть первая концепция это зеркало, когда мы создаем зеркало какого-то удаленного репозитория, скачиваем все пакеты из него, и второй источник это локальный репозиторий, когда у нас есть какие-то пакеты, которые мы там сами собрали, пересобрали, неважно, но они у нас внутри, и мы их просто записываем в этот локальный репозиторий, или там в локальные репозитории, после этого как для зеркал, так и для локальных репозиторий, можно создавать то, что в аппле называется снэпшот или снимок, мы в этот момент фиксируем состояние этого объекта, и гарантируется, что снэпшот никогда не может измениться, с ним ничего нельзя сделать, вот он какой есть, какой мы составит, то есть вы фиксируете, во-первых, все какие есть пакеты, плюс их версии, там, ну вот, все-все-все-все-все-все, полностью текущее состояние, после этого, когда у меня есть эти снимки, ну, например, какие они могут быть, там, Debian версии 7.5, да, там, или, там, репозиторий, там, Percon и MySQL для версии, там, я не знаю, 4.8, неважно, то есть какое это состояние, или мой локальный репозиторий на сегодня, да, или, я знаю, что сегодня у меня, там, версия софта 7.5, у меня есть этот снимок, дальше эти снимки, я могу, ну, или я буду называть его тем словом, как он называется, в аппле, снэпшоты, я могу их объединять друг с другом, например, я могу взять и официальный репозиторий, там, Debian объединить, прошу прощения, не репозиторий, а там, снэпшот официального репозитория, объединить снэпшотом репозиторий security обновлений, если я их объединяю, я получаю официальный репозиторий плюс уже все примененные security обновления, я могу, там, добавить в официальный репозиторий пакет перконовского MySQL, какой-то определенной версии из снимка и получить новый снэпшот, в котором уже будет официальный Debian плюс Perkona, ну, и так далее, и так далее, и так далее, в конечном итоге я могу, управляя этими снимками, создавать ту конфигурацию, репозиторию, которую я хочу, по сути, создавая свой собственный репозиторий или, можно сказать, свой собственный дистрибутив в каком-то смысле. Там возможностей много, можно там перетаскивать, например, пакет более новой версии в снэпшот официального репозитория более старой версии, при этом Аптли сама может проследить за зависимостями, перетащить пакеты, те, которые надо обновить, только те, обрабатывая зависимости пакетов. Сам себе снэпшот, он никаких практически ресурсов за собой не тянет. То есть, когда мы создаем снэпшот, это просто запись в базе данных, в которой перечислены все зафиксированные версии. Просто запись и фиксация мета-информации исключительно, не самих пакетов. То есть, мы нет никаких копий-файлов, ничего, это совершенно дешево, можем создавать снэпшотов сколько угодно. В конечном итоге, когда у меня есть эти снэпшоты, я их могу опубликовать обратно в виде репозитория. И, собственно, это тот репозиторий, просто набор файлов, которые я теперь могу там по HTTP или по FTP или как угодно отдавать моим клиентским машинам, чтобы они могли устанавливать свои пакеты из этого репозитория. Я могу публиковать там несколько репозиториев, ну, например, там репозиторий тестовый и репозиторий стабильный. И независимо их обновлять. Тестовый там почаще, а стабильный только после того, как я его там этот снэпшот конкретный, я сначала его протестировал как тестовый репозиторий на каком-то ограниченном наборе машин. Проверил, что все хорошо, обновляю стабильный репозиторий из того же самого снэпшота. И теперь у меня там все мои машины обновились до новых версий пакетов. Вот такая простая идея. изначально она вот привела к Аптле, там он уже оброс большим количеством фич дополнительных, там умеет искать пакеты, там применять всякие запросы, фильтровать там зеркала и так далее. Но это можно там долго рассказывать, это на самом деле уже не так важно. Единственное у него там сегодня ограничение большое, что он работает только с дебяновскими репозиториями. Я хочу в него добавить поддержку как минимум там циндозовских репозиториев, но как всегда вопрос времени стоит, да, чтобы все это сделать. Но сегодня он умеет с дебяновскими делать практически все. И вот текущая фича, над которой я работаю и которой на самом деле многие-многие хотят, это возможность. Сегодня Аптле это просто консольное приложение, у него там нет никаких зависимостей, можно просто там вообще как бинарник скачать и поставить. Он хранит всю там метаинформацию в локальной имбеддбазе данных, файлы просто хранятся в файловой системе, но нет возможности там одновременно обеспечить доступ там нескольких пользователей к Аптле и так далее. В общем, сейчас я дописываю к Аптле REST-овый API, который позволит его запустить в виде сервиса и, соответственно, делать удаленные вызовы через REST. Ну, например, если у вас там пакеты билдятся в системе Continuous Integration, там по окончании билда этот пакет загрузить в Аптле, добавить репозиторий, там опубликовать и так далее. Ну, в общем, да, в принципе, вполне себе такой ожидаемый как бы функционал, который там в наше время при наличии всех там CI и прочих штук очень может пригодиться. Да, вот это, соответственно, такой текущий самая большая фича, которая находится в разработке. Понятно. Слушай, а скажи еще я вот просто, значит, для конечных машин, то есть они все, для них Аптле это просто как обычные там дебиновские репозитории и все. А ты говоришь, пакеты вот он не хранит, то есть он, получается, на лету стаскивает нужную версию и отдает или как происходит? Пакеты он хранит. Это было изначально такая архитектурная вещь, то есть если мы хотим обеспечить воспроизводимость, мы должны быть точно уверены, что у Аптле есть все пакеты физические, не только мета-информации, но и файлы. Ну да, и все пакеты всех тех версий, которые участвуют во всех снапшотах, по которым хранится информация у Аптле. Да. У него есть такой единый пул внутри, в котором он все это менеджит и сохраняет, но если там вспомнить ближайших конкурентов, там в ситуации Debian это Reprepro, который умеет делать почти то же самое, кроме того, у него есть там две проблемы. Первая, что он не очень юзерфрендли или совсем не юзерфрендли, им довольно сложно пользоваться, а вторая, например, у него есть ограничение, что там в одном репозитории не может быть больше, чем одна версия пакета. Одного пакета. Один и тот же пакет не может быть более, чем в одной версии. В Аптле никаких этих ограничений нет, там, пожалуйста, в одном репозитории сколько угодно версии одного и того же пакета. Более того, Аптле даже умеет работать с так называемыми конфликтующими пакетами, то есть, когда есть пакет одной и той же версии, одной и той же архитектуры, с одним и тем же именем, но разным содержимым. С такими пакетами Аптле тоже умеет бороться, ну, ну, у него там ограничения, что они не могут быть в рамках одного и того же там репозитория или зеркала, ну, это там очевидно, там просто. Ну, да, понятно. Но если они там в разных репозиториях, ради бога, то есть, в одной, в одном Аптле, но в разных репозиториях. Такое люди тоже иногда делают. Да, понятно. Слушай, ну, хорошо, архитектура, так здорово все это рассказал, интересно, но, вот скажи, он написан, как мне известно, на Go, да, давай немножко поговорим про Go вообще. Почему Go? То есть, какие еще были варианты? Почему ты выбрал Go? Ну, вот если говорить мой личный там путь между языками, если брать только вот большие куски, это у меня был когда-то PHP, потом Python и вот сейчас последнее это Go. Там между ними было все что угодно, там CC++, Java, Irland, там что-то еще, ну, вот из таких больших всего три. Про PHP ничего хорошего не скажу уже, там как бы с Python все было всегда неплохо, но всегда расстраивало в нем, ну, не то, что плохая производительность, это неправильное слово, да, ну, скажем, недостаточная производительность того, что получалось в результате. И когда я начал писать на Go, я для себя обнаружил, что Go для меня заполнил некую нишу между очень выразительным Python, на котором можно писать очень быстро классные программы, и крайне невыразительным, на котором очень сложно писать программы, это C или C++, но в то же время там быстрым, да, Go это нечто посередине, код получается быстро работающий, а скорость разработки все-таки выше там, чем на C или C++. и в то же время там статическая типизация позволяет избежать, ну, с одной стороны, она ограничивает в каких-то местах, но с другой стороны, позволяет избежать каких-то глупых проблем, или каких-то глупых ошибок, которые можно легко сделать там в динамическом языке с динамической типизацией. И там, например, с точки зрения написания консольных приложений на Go, с точки зрения, например, Аптли, да, кроме скорости работы, классно то, что получается в результате бинарник статически скомпилированный, который можно легко распространять. Если там писать программу на питоне, значит, надо распространять там питоновский пакет со всем его окружением для определенной версии питона, там, 2.7 или 3.3, еще нужны такие-то версии пакетов, и так далее и тому подобное. На Go получившийся бинарник можно скопировать на любую Linux машину, он там запустится и будет работать, и все. Это существенное преимущество перед питоном или Ruby или подобными там динамическими языками, которые за собой тащат существенное такое окружение и постоянные проблемы иметь на одной машине там разные версии питона или разные версии каких-то пакетов для запуска разных, разного софта. Еще одно, что было хорошо для Аптли, это то, что, ну там, по крайней мере, так сказать, кроме скорости работы и способности там обрабатывать довольно большие объемы данных, потому что репозитория это десятки тысяч пакетов, там, метаинформация, поиск по ним и так далее. Это еще, например, отличная внутренняя HTTP-шная библиотека, потому что когда я там начинал писать Аптли, первая задача это было там создание зеркала и скачивание файлов. Ну да, да, да. К примеру, да, там это очень-очень удобно. Например, там потом я в свое время добавил поддержку ФТП буквально там за пару часов без существенного вообще изменения всего кода с легкостью. Ну еще там вот грутины такая, так сказать, вот эта многопоточность в голову тоже, как такой один из плюсов всегда считался. считался, насколько я так слышал. То есть, ну, я не могу сказать, что Аптли очень активно использует грутины, но там самый простой пример использования грутины это написание веб-сервиса. То есть, обработка каждого входящего в АштТП запроса происходит в отдельной грутины. Грутины это и не поток, и не процесс, это нечто там среднее между неблокирующимся выводом в настоящем системным потоком. И в конечном итоге, если я программирую на Go, по сути, я об этом не забочусь, я пишу вроде как код, который блокируется, но на самом деле он нифига не блокируется. GoRuntime будет сам управлять этими горутинами, переключениями между ними и так далее с одной стороны. А с другой стороны мне надо, единственное, о чем надо заботиться, это синхронизация доступа к данным. То есть, я либо не имея общих данных между GoRuntime, чтобы они никогда там не обращались. Ну, это понятно, самый простой способ, и тогда вообще проблем нет. А все же, если они есть, а такое обычно бывает. Если есть, то есть возможность вот это обращение сформулировать в виде каналов, второго, соответственно, возможно, для конкурентного фичи, для конкурентного программирования, которая есть в Go, то все хорошо. То есть, передавать те общие данные через канал. Но я могу привести пример. Одно из мест, где GoRoutine используется в Аптле, это параллельное скачивание файлов. Ну, скачивание файлов несколько потоков. Ну, в общем, да, логичное место. Окей, значит, как устроено в Аптле скачивание файлов? У нас есть канал, канал можно себе представить как некую очередь, которая обеспечивается правильный синхронизированный доступ из разных GoRoutine. Мы в этот канал складываем все урлы, которые необходимо скачать, с одного конца засовываем. С другого конца из этого канала задания забирают N воркеров, где N это количество потоков одновременного скачивания файлов. Соответственно, каждый воркер берет с этого канала очередное задание, скачивает его и в другой канал отправляет результат скачивания. Все ли там успешно или произошла какая-то ошибка. И основной поток, все, что он делает, он запускает несколько воркеров. Все они ждут, пока в основной канал в очередь задач попадут какие-то задачи. Потом в очередь задач записывает все урлы, которые надо скачать. И после этого спокойно из очереди результатов скачивания, то есть из канала на самом деле, вынимает все сообщения об ошибках или результатах успешного скачивания, ждет, пока все скачивание закончится и пишет результат. Если же не удается обойтись без явного общего доступа к данным, если все-таки нужен общий доступ к данным, тут на помощь приходят самые обычные средства мутексы, рвлоки, вейт-группы и так далее, и так далее, и так далее. Все как в обычных языках программирования, скажем так. Но, так сказать, общая рекомендация на ГО стараться взаимодействовать между ГО-рутинами не через общую память, а через каналы. Ну, как бы то, что инструмент, который специально для этого предназначен именно в ГО. Ну, это не всегда получается, если быть честным. Ну, если мы хотим иметь какой-то счетчик, который считает количество запросов, это, несомненно, общие данные, разделенные между всеми ГО-рутинами. Можно, конечно, к нему пристроить канал и отправлять сообщение плюс один увеличить счетчик на единицу через канал, но это слишком большие сдержки, да, на увеличение числа на единицу. Лучше, скажем, использовать просто атомарные инструкции, да, которые позволят увеличивать это там число атомарное из нескольких потоков. Если ситуация более сложная, там, можем прикрутить Moodoox, к примеру, да, и... Ну, понятно. Слушай, а Апт ли ведь все-таки, насколько я понимаю, open-source проект, да, так сказать, вот расскажи как раз-таки как вообще сообщество там помогает, непонятно, собственно, несколько вопросов от наших слушателей и от Максима, вот, такого плана, что как программа на языке Go устраивается в экосистему open-source, какие-то подводные камни возникают с мейн-трейнерами дистрибутивов и как в целом, сколько много пользователей в Аптле, как устроено сообщество, участвует ли оно, помогает где-то в развитии, может быть, какие-то есть корпоративные клиенты, которые вот ощутили классную эту идею, мощь и какой-то приносят свой вклад в развитие проекта. Ну, я попробую ответить. Ну, наверное, первый вопрос, такой самый простой, я фактически ни копейки на Аптле не заработал, и, то есть там через сервис, там, Flutter я получил, я не помню, порядка пяти, что ли, евро за год, но, в общем, больше пяти евро я не заработал. Поэтому быть независимым разработчиком в каком-то смысле open-source проекта трудно, потому что либо... Кушать хочется. Надо его либо как-то активно монетизировать, либо вот жить с тем, что есть. Сами собой деньги не текут. И, там, большие компании, которые интересовались, ну, например, Яндекс интересовался Аптле, но с ними, там, договориться, по сути, по поводу Аптле невозможно. Единственное, что там, там, они хотят, это, чтобы ты пошел и начал работать просто, да, на, там, ту или иную компанию, а какой-то там вариант, когда бы они там были спонсорами, там, оказали какую-то поддержку, это, это почему-то не входит в их планы. Ну, а просто там, может быть, какие-то вот девопсы непосредственно, которые бы там какие-то контрибьютили что-то. Вот, контрибьюшены, пожалуйста, это было много, причем от разных компаний, это очень приятно всегда, это и отзывы, которые получаешь, просто там отзыв, спасибо, классная штука, там, если встретимся, я тебя угощу пивом, до, там, реально пул реквестов на гитхабе, когда люди какие-то предлагают фичи, тестируют, сообщают о багах, действительно, крайне полезно, то есть, без этого, вот, взаимодействие со стороны сообщества, ну, аптли было просто невозможно, да, то есть, сидеть, пилить где-то. Количество пользователей я точно не знаю, я подозреваю, что от нескольких сотен, я думаю, ближе к тысяче, до нескольких тысяч, то есть, единственное, почему я могу оценивать, это по количеству скачиваний, ну, сколько раз из Дебеновского репозитория аптли был скачен, мне кажется, что это число, несколько тысяч машин, на которых аптли установлен, ну, моя такая оценка, да, но она может быть неверная, потому что я не пытался, ну, примерно, я понимаю, это исключительно по логам, а что это по серверу, собственно, с репозиторием самого аптли, который был сделан при помощи аптли же, само собой, собственно, репозиторий аптли сделан самим аптли, по поводу встраивания программной языки go в дистрибутив, тут тоже было все, но в силу того, что, как я говорил, аптлин написан на go, у меня на выходе, по сути, получается статический бинарник, который я изначально просто... Ну, без внешних зависимостей, которые... Я просто его предлагал скачать, и все, да, и после этого запустить, и пользуйтесь. Ну, потом постепенно, конечно, он начал обрастать какими-то вещами, там, там, ман-страница, ну, конфиг, он сам себе генерит, там, баш-комплишн, что-то еще, но плюс к тому, такой бинарник неудобно обновлять, да, то есть надо следить за обновлениями и так далее. Я начал сначала билдить сам дебиановские пакеты, просто бинарные, то есть там есть такая классная тулза, FPM, который может в разных форматах создавать пакеты, просто из бинарного дерева каталогов, ну, по сути. И через некоторое время ко мне обратился дебиановский майн-трейнер, который сказал, слушай, привет, я хочу, чтобы Аптли попал в дебиан основной. Я говорю, ну, классно, давай с тобой делать. Но, как у всякого современного приложения, у Аптли там было порядка, не знаю, там 10 или 11 зависимостей, то есть разных библиотек, которые Аптли используют. Ну, и вторая особенность ГО, что библиотеки никогда не версионированы, их невозможно по-хорошему упаковать в какие-то пакетики там дебиановские и поставить как отдельные зависимости. Но и в реальности это не нужно, потому что в рантайме статический бинарник, ему эти зависимости не нужны, они только нужны во время сборки. В результате мы с дебиановским мейнтейнером договорились, что я буду предоставлять ему для того, чтобы собирать просто там таровский архив из исходного кода Аптли и исходного кода всех зависимостей, которые есть. То есть, этот архив можно развернуть, нажать там Go Build и соберется Аптли. Для каждого релиза Аптли есть такой архив, который там официально опубликован и на основе него строится официальный уже дебиановский пакет Аптли. Соответственно, Аптли уже есть в джессе, в следующем. В следующем дебиане, который будет, уже будет Аптли сразу из коробки. То есть, с дистрибутивами вроде бы проблем нет, надо только договориться каким-то образом. То есть, это вполне возможно. Дистрибутивы уже начинают понимать, что программы на Go, как программы на C++ упаковывать, ну, грубо говоря, неудобно, или там на Питоне, нужен какой-то другой подход. Какой-то другой, ну да. Понятно. Ну что же, здорово. Вот давай еще какую тему затронем. Я знаю, что у тебя там есть мастер-классы, ты проводишь по разным темам, ну, в частности, и по высоким нагрузкам, надежности. Вот расскажи немножко поподробнее про это направление своей деятельности. Это была моя мечта, то есть, изначально я хотел, вместе, из того, чем я люблю заниматься, одним из этих это является преподавание. Я когда-то и в МГУ преподавал, ну, или там на работе, не то чтобы преподавал, но там иногда мы какие-то проводили внутренние технические сессии, о чем-то рассказывали, мне это всегда нравилось, и была моя мечта сделать какой-то большой курс про создание высоконагруженных приложений, про обеспечение надежности и так далее, и так далее. И вот мечта исполнилась, то есть, я там потратил несколько месяцев, чтобы собрать все материалы, создать мастер-класс, это там примерно 24 часа самого мастер-класса, у нас там был разделен на три дня по 8 часов таких классических, там с перерывов, ну, без учета перерывов, то есть 8 часов в чистое время. Ну, понятно, ага. Там много тем, то есть, начинается все там сначала с каких-то основ, потом базы данных, от там самых простых вариантов хранения данных на диске до распределенных баз данных наподобие Кассандры, потом переходим там к написанию бэкэнда, внутреннему устройству, тестированию, написанию клиентских приложений, вопросам безопасности, вопросам разворачивания поддержки, мониторинга, там, архитектур, примеров каких-то реальных существующих проектов. Вот такое достаточно много-много тем, тем не менее, там какой-то баланс между чистой теорией, какими-то там сложными подробностями, практическими примерами, практическими заданиями, которые там, ну, они там довольно простые, не требующие каких-то больших умений разработки, чтобы просто попробовать, почувствовать там ту или иную технологию или какой-то вариант, какой-то вариант архитектуры. Он получился такой довольно интересный, мы два раза его провели в, так сказать, то, что называется в оффлайне, в настоящем режиме, то есть нам собирались, снимали помещение, и вот три дня с участниками, они уже там к концу третьего дня меня ненавидели, наверное, тихо, там два дня из них были выходных, один, соответственно, будний, но вот мы там с десяти до вечера с ними все это занимались, были очень хорошие отзывы, так сказать, это там понравилось, но единственная проблема, что это там не так просто бывает продать, то есть найти людей, которые готовы заплатить, тут был вопрос, почему мастер-классы такие дорогие, но вот здесь две причины, если он проводится, то у него есть большое количество издержек там на то, чтобы снять помещение, безмещение питания и так далее, и так далее, и так далее, вот, соответственно, планируются мастер-классы в онлайне, которые должны быть гораздо дешевле, но в силу того, что издержек меньше и участников может быть гораздо больше, потому что в таком в оффлайновом мастер-классе у нас там было порядка 20 человек, 20 с небольшим, было постоянно живое общение, можно было задавать вопросы, обсуждать, спорить и так далее, это само по себе имеет большую ценность, просто возможность пообщаться и поговорить. Но мне тоже кажется, что такое человеческое общение все-таки никакие там онлайн какие-то вещи или еще что-то никогда не заменят. Тут могут быть разные ситуации, во-первых, у нас страна большая и даже там выходить там нет, конечно, нужно и то, и другое. Мусскоязычное сообщество за пределами нашей страны, потому что там даже на мастер-классе там были вот ребята из Украины приезжали, то есть не все могут приехать, может быть отпугивать где-то цена, там может быть сроки проведения, да, там с онлайн-вариантом или вебинаром там больше гибкости, да, больше возможностей. возможностей. Ну да, конечно. Вот, поэтому мне хочется проводить его еще и если есть желающие, то есть я я всегда готов там в различных возможных форматах это сделать. Мне это интересно. Слушай, ну здорово, здорово. Ну, мы с тобой так уже порядочно наговорили, там больше часа, да, осветили много тем. Я думаю, что, наверное, на этом можно подвести итог. Спасибо тебе большое, что дошел. Долго мы так собирались, но все-таки собрались и записали. Было очень любопытно. Я думаю, что если вдруг там у слушателей появятся какие-то вопросы, то вы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавайте. Я думаю, Андрей не откажет прийти в гости еще раз и ответить. Спасибо. Я с удовольствием. Пишите, можете мне писать там в Твиттер собака с мира или там на почту. Можете там зайти мой сайт смиро.ру в любом варианте. Пишите, я с удовольствием отвечу. Если есть какие-то идеи, предложения, пробуйте Аптли, ругайтесь или присылайте какие-нибудь хорошие отзывы, если что-то работает. Межреквесты, в конце концов. или полуреквесты я буду всегда. Спасибо за подкаст, было классно пообщаться. Да, все, всем спасибо, до новых встреч. Пока-пока. Пока.